Вы купили дом слепую, так ли это, Руслан? Давай купим вот эту картинку или как это было? Юг, новые возможности открываются. У нас в городе подобный дом стоит даже дороже. Посмотрите на сам поселок, как он выглядит. У меня были сомнения под Соколем, посмотрите на него. Белая лестница, серая ступень. Куча вопросов почему? Вот почему здесь, почему именно этот дом? Я ж за этот обзор, за отзыв заходить, ничего не беру, мне на то ничего не надо. Всем привет, в эфире канал Строй Гаранты Анапа. Мы находимся в Себонобалке, не случайно здесь мы договорились встретиться с семьей, которая уже купила дом в жилом комплексе «Жемчужина». Почему именно здесь? Узнаем очень скоро. Кстати, забегая вперед, скажу, что ребята купили дом слепую. Почему? Что это значит? Прямо сейчас узнаем. Но для начала ответим на вопрос, почему именно Себонобалка? Почему именно здесь? И мы договорились встретиться прямо в центре этого поселка. Так, Руслан, привет. Как настроение у вас? Хорошее. Здравствуй, давай знакомиться. Меня Костя зовут? Артур. Очень приятно вас как? Наталья. Наталья и? Алиса. Ребята, откуда вы к нам приехали? В Тарасков. Старая Осколка. В Белгородскую область. Не страшно переезжать на Ю, купить дом? Нет. Нет, не страшно. Мечта. Так, а я тут зрителям говорил, что вы купили дом слепую. Так ли это, Руслан? Да, все верно, удаленная сделка была. И как вообще? Вот вы с женой пришли к тому, что давай купим вот эту картинку или как это было? Ну да, мы долго планировали переезд и вот решились. И теперь мы здесь. А что вам здесь понравилось? Что приглянулось в этом поселке, поселке, в этом крае? Ну, потому что мы всегда говорим, вот Цибанопалка, вот рядом школа, вот рядом Артих. Почему? Ну, здесь развита инфраструктура. Ну, опять же, близость к морю, близость к городу, к Анапе, к самой. То есть все удобно расположено, чистый воздух. Школа рядом. Ну, вот я правильно понимаю, что вы сейчас пришли, приехали, живете в Цибанопалке, чтобы посмотреть, и как дом строится, и все. Конечно, конечно, на всех этапах смотреть. Я тщательно выбирал застройщика и по отзывам, и сам смотрел, как люди строят. Мы приехали сюда изначально, нам несколько домов показали, то есть вопросов нет. Соотношение цена-качество замечательное и доверяем. Что, мне интересно, семья, вот совершенно другой климат. Как ты себя здесь чувствуешь сейчас и уже смогли освоиться, там, с работой что-то посмотреть, с учебой. Потихоньку осваиваюсь, учебу закончил. Сейчас больше стараюсь начать какую-то карьеру, новую жизнь. Потому что как бы юг, новые возможности открываются, возможности себя реализовать как-то, поэтому. Ну, перемены не пугают? Нет, все только к лучшему. Завтра лучше, чем вчера, как говорится. Мне приятно видеть, и счастливы так, мама, мама, да. Это мечта была, приехать на юг. Мы не любим зиму, мы не любим лед. Вот. И морешка рядом, солнце, много-много солнца. Плюс ребенок, он часто болеет, дочка. Вот. Хочется, чтобы как бы для здоровья было намного лучше. Ну, смотрите, я здесь живу уже лет шесть, именно в Анапе, да. И даже сейчас я в Сеюсе чувствую морской воздух. Так ли это вот? Да. Ну, когда первый раз почувствовали морской воздух, вот был небольшой дождь. О, это просто называется морской бриз, да. Как будто вот он тебя вот обдувает весь со всех сторон. Значит, мне не кажется, вот обратите внимание, вот это неподготовленное интервью так и есть, да, это есть на самом деле. Перемены вас не пугают? Нет. Так, ну, все, семья, вам хорошие прогулки по Цибонобалке, а мы пошли в Жемчужину. Итак, а ваш дом 106, да, все правильно? Да. Куча вопросов, почему? Вот почему здесь, почему именно этот дом, почему именно этот район еще идет строительство, а вы уже здесь все приобрели. Обычно все хотят на готовое и сразу. Пожалуйста, Руслан. Ну, изначально мы давно планировали переезд, да. Пожить или не пожить на море жизнь заканчивается. Вот. Вот смотрели блогеров маковозовых, увидели то, что отрекламировали данного застройщика. Мы, как бы, им доверяем, этим людям. Взяли и начали смотреть все ваши видео. Видео мы в итоге все пересмотрели полностью. Вот. Зашли на сайт. Сайт, кстати, очень информативный. Там все проекты там видно. В принципе, можно посмотреть все, что угодно. Варианты отделки. Нас это все, то есть, заинтересовало. Начали выбирать то, что нам подходит. Ну, остановились на этом проекте. Как бы, у меня семья не сильно большая. Двое детей, мы с супругой. Как бы, у нас тут, получается, 4 комнаты, кухня, гостиная, 2 санузла. Ну, замечательный дом. Мне, в принципе, все устраивает. Я просто знаю, о чем вы говорили. Ну, как сказать, поработал и в сфере недвижимости. То есть, у нас в городе подобный дом стоит даже дороже. То есть, тут все полностью под ключ. Ремонт выбираешь сам, самостоятельно. Мне очень понравилось, что у нас есть возможность в магазине самостоятельно выбрать то, что нету, не представлено на витрине, хотя там ассортимент огромный. Мы поехали, выбрали плитку в магазин. И не определенный магазин, любой. Ну, чтобы бюджет совпадал. Если бюджет, то есть, выше, то это мы доплачиваем своего кармана. Ну, мы выбрали и плитку, мы выбрали двери. Тоже не подобрали по цвету, мы выбрали там белые двери. Короткие сроки сдачи дома. Вот мы, получается, его купили два месяца на отделку. Ребята пообещали, возможно, даже раньше будет. И мы заезжаем и живем. Сантехнику все установим. Парараб тоже на всех этапах, можно удаленно, как бы все это планировали. Созванивались, позвонили, с ним познакомились. То есть, все этапы стройки. Он нам все, фотоотчет, видеоотчет, все присылал. Вообще без вопросов по звонку. Отдельное, хочу сказать, огромное спасибо менеджеру Ларисе. Ну, это золотой человек. Таких людей очень мало в плане отношения к клиентам. Она нам очень помогла. И как профессионал, вот рекомендую прямо от себя, ну, молодец. Очень, очень нам понравилось, очень хороший сотрудник. Татьяна Павловна молодец тоже, нам все показала, все объяснила. У нас какие-то сомнения были. Она, например, от других людей нам показала. Ребята, вот это вот не подойдет. Вот это вот, ну, мы-то видим со своей стороны. Она в этом работает, она профессионально. То есть, мы ей доверились. Она нам объяснила, что вот это так будет, это так совпадать. То есть, мы ее услышали. Лестницу тоже мы хотели в одном цвете сделать. Благодаря ей мы там выбрали два цвета. Ну, по завершению, я думаю, вы все увидите. Смотрите, очень интересно. Здесь у нас в трой гарантии дома типовые, да? Мы об этом говорим. Много похожих. То есть, у нас штукатурка, кирпич. Иногда нам пишут в комментариях, ну, типа, ребят, одно и то же. Вот вы настроили. Вот лично вас, как человек, который уже будет здесь жить, в этом поселке, смущает это или нет? Вот по-честному. Смотрите, честно скажу. Да нет, меня не смущает. Никакие не типовые. Вы посмотрите на сам поселок. Как он выглядит? Он выглядит гармонично. Улица в кирпиче. Улица в штукатурке Баумид. Я изначально хотел в кирпиче, но мне нравятся кирпичи. Супруга категорически против была. Давай, Руслан, возьмем штукатурки. Более современно, красиво. Я его слышал, как бы мы пришлись на том, чтобы взять штукатурки. Мне, в принципе, я доволен. Мне очень нравится. Тут и утепление. Тут, ну, все, как положено, сделано. Двухкамерные стеклопакеты. То есть, армопоезд. Да все сделано. То есть, вы посмотрите на отмостку. Ну, все выполнено. Замечательно. Но вернемся к тому, что вы все это, грубо говоря, следили, покупали вслепую. Опять же, то есть, на картинке может выглядеть все так, а в жизни по-другому. Конечно, конечно. У меня были сомнения по цокуле, по высоте. Да, вот вы видите. Я думал, он менее 30 сантиметров. Я созвонился с прорабом. Он подошел, рулеткой замерил. Все мне сфотографировал, вызвал. Вопросы отпали. То есть, я думал, еще по видео не совсем было понятно отмостка какой величины. Вы посмотрите на нее. Она достаточно широкая. Вот тут толщина ее, ширина. Ну, блин, вопросов нет. Я очень доволен. Пока решили навес не делать. Ну, хотим более воздушный. Но со временем сделаем навес. Если будет слишком ветрено, может быть, даже его застеклим. Но пока вот так вот хотим оставить. Насладиться природой. Тем более, у вас хорошие здесь виды на поля. Вы посмотрите, какая тут тишина. Улица у нас получается крайняя. Вот крайний дом у соседа. Уже, кстати, с многими ребятами здесь познакомились. Такие вот люди очень хорошие. Ну, у нас много совместных там планов сделать детскую площадку. Но это все в перспективе, да? Ну, пока, ну, всем доволен. Во-первых, приехал с другой области уже, как сказал ранее. Здесь я был удивлен отношением людей. Во-первых, дороги замечательные. Люди все доброжелательные. Тебя встречаются здесь с улыбкой. Какой здесь воздух. Попробовали уже воду, которая здесь централизована от нашей. Она, конечно, отличается. Ну, нормальная вода. Хорошая вода. Хорошая вода. Хорошая вода. Не то, что. Я аж за этот обзор, за отзыв, за сколько еще не первое. Мне никто ничего не знает. Я говорю, как есть. То есть, то, что вот, какие эмоции я испытываю, то я и говорю. Воздух свежайший. Тихо, спокойно. Ну, тут, конечно, идет стройка. Ребята, строится. Все понятно. Мы уезжали. Мы все в куртках были. Тут неделю назад. То есть, там холодно. Здесь, ну, замечательно. Так, может быть, в дом пройдем? Я уже не терпится. Просто, так, мы отсюда или оттуда? Да, где вам удобно. Давайте здесь, где ближе. Так, ну, Руслан. Проходите вы вперед. Давайте, спасибо. Ну, Руслан, всегда говорил с обзора, когда мы снимаем, про дома. Кухня-гостиная. Тут порядка 27 хвостиков квадратных метров. Всегда говорю, что это прямо квартира, студия в Анапе. То есть, мини-квартирка. Касаемо отделки. Вот какие плюсы, возможно, нюансы вы обратили внимание? Минусов я не нашел. То есть, я много видел домов, когда занимался продажей недвижимости. То есть, я много видел, как это все строят, делают. То есть, у меня вопросов нет. Все четко. Опять же, видео не передает. Так, вот много роликов смотрел. В живую заходишь тут. Высокие, огромные. Высокий потолок. По мне, ветер 82. Сами видите. То есть, здесь большая кухня-гостиная. Стяжка тоже, да? Все сделано четко, да. Штукатурка, отштукатурина, пошпаклеванная. Все хорошо. Вот, я уверен, что когда ремонт ребята сделают, тоже вопросов не будет никаких. То есть... И самое главное, вы уже приобрели дом, будете заезжать, когда газ будет работать на все 100%. Нам сейчас говорят, когда, когда газ, ребята, в жемчужине он есть. Его подводят, да, газ, в перспективе там подключат его. Еще что касательно дома. Вот мы зашли, в доме, ну, сами понимаете, чувствуете? Сырости нет. Сырости нет. Сырости нет. Сырости нет. Я называю это запах, запах чего-то нового. Да, согласен. Про лестницу вы говорили, какое у вас будет, классическое или что-нибудь тут придумали такое? Нет, нет, у нас лестница избука классическая. Мы просто цветовую гамму выбрали, там, белая с серым. Белая лестница, серая ступень. У всех людей вкус разный, и у ваших подписчиков и зрителей у каждого свои вкусы. Вот для нас мы выбрали то, что нравится нам. Дети каждый в своей комнате, мы тоже определились, у кого какая комната будет. Дети сами себе обои выбирали, кому что нравится, да. Мы, то есть, и такой выбор даем, то есть, ну, без проблем. Руслан, я уже хочу через пару месяцев к вам приехать уже, там, с тортиком, с подарочками. Так оно и будет. Вам большое спасибо, что согласились встретиться. Вам спасибо. Прекрасный дом, прекрасный выбор. Вот, ждите нас в гости. Приезжайте. Все, пока, Руслан. Приятные отзывы оставил Руслан. Том месте, где очень скоро будет жить своей семьей. Ну, так, для примера, мы сюда вернемся через два месяца. Руслан планирует здесь бассейн, парковка для автомобиля, то есть, гараж и зона барбекю. Как это будет выглядеть, мы обязательно покажем. Радует, что есть довольные отзывы и дома могут стать и вашими, дорогие друзья. Это жемчужина, поселок Сыбанабалка. Осталось не так много участка третьей очереди, так что успевайте. Звонить, успевайте заказывать, бронировать. Возможность пока еще есть. Ну, а на сегодня это все. До новых встреч. Пока.